хорошо присаживайтесь что-то на куда-то там позвонила никто и не ответит что-то на в телефоне кому-то написала потом началась как если чувствую что когда началось как примерно сколько я болею туда-сюда а потом значит говорит она не сдавали один отрицательный анализ это ничего не подтверждает ну то что у вас не коронавирус почему один меня два мазка и две крови все отрицательно хорошо мы сейчас посмотрим посмотрела в компьютере да действительно потом ну давайте померим давление померила пульс померила потом значит говорит снимайте майку я буду вас слушать послушала говорит надо я его слышу игру кого вирус ну понятно потом такая говорит значит мне так что вы лекарства принимаете гринчу не принимаю что принимать она значит берет бумажку выписывает мне три препарата и говорит если вы сейчас пойдете на первый этаж и зайдете в какой-то там кабинет 100 или не помню что один какой на вас выпишут постановление сфотографируют вас на дальнейшие штрафы игра насчет на основе ничего постановления у меня нет положительного результата теста а такие кто-то позвонил по телефону кто-то позвонил значит она подождите секундочку ягода хорошо сижу дальше потом заходит медсестра тоже которая там было наверху приносит мою значит что-то капель она что-то там сбила посмотрела она продолжает рассказать телефон потом отдает мне это капель отдает эту бумажку где написано это мое лечение и такая прикрывая трубку с кем она разгадит мне говорят примете у вас есть еще час времени зачем ну у нас не хватает какого-то лекарства мы должны связаться с оперштабом чтобы вам это лекарство выбить я говорю простите какое лекарство она называет этот гидро чего-то там который гидроксихлорин да 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 вот я говорю понятно она такая ну ладно вы можете идти ну я встала и пошла у меня не было четких указаний понимаешь что я должна пойти в какой-то кабинет например его вообще с поля зрения не выпускали я же видела то есть он когда сделал когда копейну вот этот вот результат показал значит после этого если за ним ходил постоянный сотрудник то есть он подошел ко мне взял из рюкзака паспорт пошел туда потом вернулся сотрудник прям вот ему не выпускает вообще с поля зрения сбежать вот просто никуда не мог тем более там еще бригады в вестибюле все это происходит там еще бригады целых скорой помощи она в ночь тяжелый песними там познакомить мужики в основном а здесь мне просто сказали если вы зайдете в такой-то кабинет на вас выпишут на сера мне так что-то на меня будут выписывать зачем она мне надо презентацию кота я забрала что мне выписали я тебе могу прислать там значит какой-то витамин d3 какой-то катакон или что-то кота кота какой-то для давления и какой-то антика гулянт который разжижает кровь а в реальности по ходу есть да но в реальности на собой пневмонии с матом стеклом и так далее я после всего этого я поехал туда двенадцать я даже не завтракала вернулся где-то уже было больше трех времени я вообще не ела ничего совершенно я чувствую что я же проголодалась у короче все что-то разогрела стала есть потому что не хочу есть вот пошла легла я и слышу звонок ему как и вон там долго спрашивали как он себя чувствует что он принимает там в общем и за ним то есть ну каждый день звонят спрашивают не знаю сколько раз день он звонят не важно но я короче отрубилась я легла на кровати отрубилась потом проснулась наконец-то поел очень похоже на к вид в общем я просто была в шоке от реакции врача я просто просто реально да я сама видел когда-то сказала что схватила и выбежала мы же пытаемся что такие как вы к нам не попали в смысл ну вот у нас фильтр на первом этаже специально меряем температурный документ температуры никогда не был и когда я сделала в понедельник результат а ты я приехал я живут на первый этаж я не пошла по этажам откуда я знаю куда идти я на первом этаже у вас там сотрудник стоит один температуру мерит второй там еще что-то третий там на регистратуре я же пришла и говорю я сделала копе мне нужен врач а мне говорят врачей нет ну что же надо было сразу к нам идти чтобы вот такого всего не было а то и вот врач теперь боится что она заразилась а это что мои проблемы почему она сидит на приеме без маски без перчаток вот объясни а еще еще заведующая пока вот это мерило давление еще что-то потом говорит снимайте перчатку я говорю зачем снимайте полностью короче на палец не одели я сидела насыщение крови кислородом и решаем там смотрят ну нормально ну что я вот я просто такой стресс испытала вот просто это московская клиника это я просто даже я не знаю что сказать это какой-то просто кошмар ну я не пошла себя фотографировать и чтобы на меня постановление писать не то надо я же только на машине в перчатке в масках женщина я мусор пытался заходите заходить соседка она у меня антитела я не знаю чем я болею проходите проходите от меня дальше держитесь ну потому что зачем мне дети там еще что-то мне это не надо соответственно я никому ничего плохого не желаю но просто сама реакция в москве такое просто как сказать он ходит периодически у него он боится очень что если дети заразят мою маму он очень этого боится то что будет дальше то куда детей девать он не может никуда уехать менять это тоже на карантин по рамках нужно какая-то стратегия он у него это крыша мне кажется на эту тему поехал я говорю подожди почему они никого не заразили надо их в обсерватор к олегу поселить надо их в обсерватор я говорю нет пока никуда никого ты не селишь то есть вот как бы мы боимся что другие кто-то может заболеть еще если в московской поликлинике у меня вырывает бумажку из рук а я рут на меня то что будет где-то в других вообще это уже стопроцентный факт но даже вызывала скобку скорую вызывал в долгопробном тебе не приходили да не приходили вообще не пришли а ты им звонишь и говоришь вот так и так я сделала кт там туда сюда у вас температура нету а вы знаете нас нет машин очень большая очередь мы вам позвоним через пять часов если еще будет актуально возможно будут машины на план приедем хотите я вас на друг друга врача переключу которая расскажет что нужно делать если у вас давление сердце там еще что все вот это все через пять часов они могут перезвонить спросить что и как ну я перезвонил один раз когда я звонила они перезвонили сказали ну что я говорю без изменений ну вы знаете машин нет если температура поднимется звоните приеду все либо нужно врать а второй раз какой-то второй день я вызывал мне даже не перезвонили через пять часов ром это было даже без эпидемии сюда к нам не ездят у меня сын я должна была рожать у меня сын заболел ветрянкой я ему пытался вызвать скорую было ровно то же самое искали подождите прошло два с половиной часа мы уже его отвезли в больницу в Москву положили его там на волоколамку и где-то через четыре с половиной часа они перезвонили ну что вы как вы я говорю знаете мы в вашем услугах уже не нуждаемся второй раз его положили второй раз был у него отит или что-то случилось с ухом но дикая боль он мама у меня болит голова я сейчас думаю что я умру я звоню в скорую многопроводные все приняли заявку хорошо мы приедем да я ему сбила температуру он уже заснул прошло часа два точно звонок в дверь неожиданно два часа прошло скорая нет пришла скорая то есть два точно часа прошло у меня ребенок уже заснул я его губила у него температура уже 36 и 9 я на нее смотрю естественно я вас вызывала никогда у нас 36 и 9 а когда у нас было под 39 ну конечно он прикреплен здесь полис он здесь ходил несколько убрал больничный у него давление что-то было там перед новым годом по моему то есть он здесь числится вообще он вызвал врача врача врачей нет то что за сегодня я пришла по записи к участковому терапевту записалась через программу ели пришла у меня была запись 12 12 передо мной оказаться еще там три-четыре человека которых время раньше их не приняли когда наконец зашла моя очередь я зашла в кабинет сидит врач без маски без перчаток кислинка находится в москве я нахожу сажусь она потому что ваша фамилия я уберу не переживай вот спасибо фамилия назвала наград что вас беспокоит я грудь особо не так ничего я сделала котель и вот его результат вам написано что не нужно обратиться к врачу она вскакивает со своего стула берет в руки мою бумажку мнет ее начинает орать где вы это делали в платном центре и я и что-то такое она выбегает из кабинета короче просто с моей бумажкой орущая какая-то неадекватная женщина по результату на кт у меня вне больничная пневмония матовое стекло вот тут все слова написано средней тяжести по моему да рассказывай дальше да еще соответственно проходит там какое-то время я сижу в кабинете 1 уже собиралась уходить очень меня пришло я очень как мне теперь получить обратно мою бумажку с результатом кт и диск потому что там файлики был приложен диск никого нет я я позвонила короче мне центр мне сказали что восстановить можно потом я хотела уйти но пришла медсестра измерила мне температуру через какое-то время все-таки пройдя там 20 или 30 минут я решила что мне пора уже уходить я стала выходить в кабинет прям в дверях столкнулись заходила это врач она уже была одета в маску в перчатках начала кричать что сейчас на вас выше выпишут постановление вы будете сидеть дома 14 дней я попросила отдать ему диск и моё постановление она крикнула нет я развернулся ушла заведующая сказала что если я схожу в такой-то кабинет какой-то то на меня выше выпишут постановление сфоткают меня для дальнейших штрафов случае нарушения режима но по ходу у нас в россии скрывают количество заболевших да и болеющих я сдавала два маска и два анализа из крови с разницей в 22 дня и у меня отрицательный все даже намёка нет на то что там что-то сложно положить на все отрицательно может уже самое кровь и результаты крови отрицательный мазок пока еще не готов не пришел но кровь ему тоже отрицательно не знаю он ждет что его на этой карте отметят какой-то там коронавирус мэш или что-то ну да пусть ждет блин с тобой поговорила вся опять с собой скотела а как ты себя чувствуешь сейчас я после этого чувствовал себя плохо пришла домой очень нервничала ну понятно тихо смогла легла спать и заснула а сейчас ну нормально я чувствую не ухудшение не улучшение говорит что у него прошла мышечная боли осталось только вот и у меня кашель тоже есть но не такой сильный и у меня постоянно жжет в груди сердце а давление как у давление как давление кстати стало снижаться то есть раньше у меня поднималась пульс 110 120 был сидячем положении а сейчас у меня максимально поднимается 126 давление на на тоже для меня высокая но уже вот этих цифр 140 нету она так сильно не шпарит то есть она стабильно высокая но не вот переходящая там какую-то разумную грань я в общем уколы уже себе не делаю мне 40 лет я ни разу в жизни не болела не бронхитом не воспалением легких не пневмонии ничем вот этим всем вот что там существует я не ни разу этим не болел ни разу то есть это это не мое вообще у меня ты знаешь единственная проблема это насморк из-за искривленной носовой перегородки сколько я знаю у тебя все время насморк вот вот именно чтобы у меня было воспаление легких пневмонии еще что-то у моей мамы был бронхит у моего брата бумаги он мне кстати почему я пошла на карте потому что накануне мне написал брат как ты себя чувствуешь я болею он говорит напиши симптомы я ему описала симптом он мне пишет у меня ровно такие же симптомы были при пневмонии я лечился месяц после вот этой фразы а месяц я поняла что надо что-то делать и надо сходить на карте вот я сходила на карте давай